анастасия если говорить о трендах последнего времени то какие вы можете выделить и если в числе их что-то принципиально новое ну есть правда однозначно несколько таких ключевых трендов которые уже точно сформировались они сейчас собственно определяют то куда движется рынок и как он развивается с одной стороны мы видим что покупатель он отличается очень высоким уровнем адаптивности то есть проходит 2-3 месяца и покупатель готов максимально предпособиться к текущей макросреде и вот мы видим что в течение всего двадцать третьего года это показывали на самом деле все индексы покупатель с точки зрения настроения он максимально адаптировался к текущей ситуации почему мы об этом говорим то что на самом деле это влияет на то как он будет вести себя с точки зрения кошелька когда вот мы находимся в ситуации когда мы формируем нашу стратегию поведения мы где-то замираем с точки зрения трат в рамках двадцать четвертого года все индексы как раз показывают что покупатель уже начинает это действительно он привык к текущей ситуации и он начинает на самом деле более уверенно себя чувствовать с точки зрения каких-то покупательских метрик и на уровне своей корзины он увеличивает траты текущая ситуация секундочку это какая сейчас здесь я характеризовать прям по пунктам то есть что к чему мы привыкали три месяца ну безусловно это нестабильность в такой макроэкономической среде это с одной стороны уровень инфляции с другой стороны мы видели с вами что в рамках 22 года было снижение реальных располагаемых доходов сейчас мы действительно видим восстановление в этой истории покупатель на самом деле активно сокращал свои расходы а плюс был горизонт планирования очень узкий ну то есть это значит что покупатель не готов был тратить много за один визит и он максимально пытался сократить средний чек то есть на самом деле он во многом замер с точки зрения вот каких-то покупательских характеристик вот все что мы наблюдаем в рамках 24 года это уже вот выход из зоны такой некой стабильности когда покупатель начинается намного активнее вести но вот мы видели что у вас были слайды в том числе что все таки продолжается человек рассматривать еду как способ справиться со стрессом а какие-то поменялись паттерны поведения все таки то есть от того что скажем мы наблюдали в прошлом году или позапрошлом ну скажем так еда вообще это для российского покупателя всегда очень такой важный способ порадовать себя и вот на самом деле мы же ну понимаем что это не первый кризис который мы сталкивались то есть покупатель не оказался в какой-то максимально нетипичной для себя ситуации то есть уже выработаны стратегии как нужно реагировать на кризис и действительно во многих кризисных периодах мы наблюдали что покупатели начали активно увеличивать расходы на еду важный момент который на самом деле может отличать вот текущий кризис от соответственно ранее наблюдаемых что мы действительно видим рост реальных располагаемых доходов появляется на самом деле определенный объем свободной денежной массы у населения которое население перераспределяет именно на базовую корзину то есть условно говоря у меня появляются дополнительные средства но я их трачу не на покупку там мебели да или там вкладывание во что-то покупатель начинает больше приобретать с точки зрения там повседневной своей корзины то есть к примеру я могу покупать категории более высокого ценового сегмента я могу покупать те категории которые раньше не присутствовали или присутствовали в меньшем объеме у меня в кошельке это приводит к тому что например а мы видим очень сильную очень сильную историю кросс категорийного замещения то есть условно говоря я к примеру там активно покупал там курицу там не знаю свинину начинаю увеличивать траты на более дорогие сегменты белка то есть вот эта история побаловать порадовать себя с одной стороны но с другой стороны действительно мы наблюдаем рост и вообще активацию потребительского спроса есть еще на самом деле важный такой момент мы ну к сожалению всего того что у сессии есть определенные тайминги да мы не смогли все покрыть это туризм который тоже очень сейчас активно развивается именно внутренне и он сильно влияет на спрос и он его трансформирует то есть вот интерес к готовым решениям интерес к общественному питанию на это все вот история с туризмом но достаточно сильно повлияла то есть получается сейчас если резюмировать ритейлером нужно смотреть именно на то что к ним добавляется покупатель из числа туристов что люди склонны совершать получается эмоциональные покупки или мы или они промоционально говорим с точки зрения повышения вот именно то что вы говорили с более переходом более дорогому сегменту они они отчасти эмоционально потому что наш покупатель все равно рациональный то есть он все равно ищет для себя наилучшее предложение то есть да я хочу порадовать побаловать себя но при этом я хочу найти самое оптимальное решение почему это возможно потому что на самом деле у меня есть большой выбор с точки зрения того где я могу совершить покупку то есть у сунгарю мне большое количество ритейлеров у меня большое количество онлайн игроков и я на самом деле могу действительно выбирать а кто мне предложить самое лучшее решение с точки зрения того там что мне нужно ассортиментом и мне нужно чтобы была доставка там или мне нужно чтобы доставка ко временем было то есть несмотря на то что сейчас рост трат действительно мы видим на такие эмоционального характера категории но вот эта история рациональности она все равно остается и вот там был важный слайд про вот ценности которые лежат в основе а дерево принятия решения то есть чем я руководствуюсь когда совершаю покупку цена не на первом месте потому что соотношение цены и до параметров цена и качество цена и ассортимент цена и удобства ну то есть по факту да действительно это максимально про такого рационального покупателя то есть получается скажем у нас стм первой цены теряет свою актуальность скорее в ряде категорий она сохраняет свое значение там где у меня уровень брендозависимости достаточно низкий а в ряде категорий да действительно покупатель отдает предпочтение другим сегментам но стм тема ну тоже достаточно такая не такая однозначная потому что стм присутствует в разных ценовых сегментах это же не только первая цена сейчас очень активно развивается стм средний плюс там премиальный так называемый сегмент то есть ритейлеры начинают предлагать стм но в таком более широком диапазоне вот там еще прозвучала интересная мысль про то что некоторые дискаунтеры сейчас уже не столь успешны как раньше по-вашему из-за чего это произошло потому что изначально когда они появились на рынке в этом сегменте не было конкуренция то есть условно говоря а рынок розницы он был не такой на самом деле диверсифицированный и вот число как раз представителей хард дискаунтеров их было не так много и все равно для покупателя в ряде категорий история экономии она является ключевой соответственно покупатель там вынужден был ходить но безусловно там рынок понимает ну бизнес понимает ритейлера в первую очередь что запрос на вот такое рациональное предложение она все равно присутствует но потому что есть категория действительно для меня просто важно какие-то базовые ассортиментные позиции без истории там уникального ассортиментного предложения новинок и так далее то есть мне нужны там товары для дома там бытовая химия ну то есть какие-то базовые вещи там крупа бакалея и так далее и соответственно на рынок начал активно инвестировать и у нас физически хард дискаунтеры это не только там да светофор как это было там не знаю пять лет назад которого ну подавляющая доля была это большое количество разнообразных игроков но если их много они начинают конкурировать и соответственно конкурировать только за счет цены они не могут соответственно включаются дополнительные факторы то есть мы не просто про первую цену а мы еще на самом деле мы чистые мы экономим время мы небольшие и на самом деле подключаются дополнительные параметры и когда у меня есть выбор сходить в магазин где да низкая цена но там может быть не самое не знаю лучшее ассортиментное предложение не всегда чисто да то есть есть вопросы с точки зрения покупательского и потребительского комфорта а есть например предложения там которые там ну так называемые городские хард дискаунтеры да где мой моя покупка она максимально функциональна я пришел там чисто там красиво там есть базовая категория по нужной мне цене и я эту потребность могу закрыть еще один тренд который вот уже не только со сцены звучал но и живут интервью гости упоминали готовая еда он уже не первый год стоит ну наступает легче ритейлер на пятки хорики что происходит да это на самом деле прям отдельно интересная тема потому что готовая еда стала еще одной территорией борьбы за покупателя вот как я говорю у нас есть несколько на самом деле территорий мы практически все про про них так или иначе говорим хард дискаунтер ст м готовые решение вообще в целом это тоже как бы отдельно территория борьбы за покупателя с одной стороны эта история экономии времени с другой стороны опять же возможность порадовать побалывать себя мы видели что очень важные там способы борьбы со стрессом это время с близкими а это тоже на самом деле про готовые решения, когда мы не хотим тратить время на приготовление, мы можем сразу закрыть эту потребность. И сначала, безусловно, этот тренд очень активно развивался в сахаричном рынке, он и продолжает на самом деле развиваться, то есть рынок общественного питания у нас продолжает расти, и покупатель, там растет покупательская аудитория, приходит новый покупатель. Но мы всякий раз видим, что когда бизнес видит тот или иной тренд, это хорошо, что бизнес видит, он начинает активно его развивать. Вот как у нас с вами была история с хард дискаунтерами, идентичная с готовыми решениями, то есть ритейл, видя, что у покупателя есть запрос на готовую еду, и что этот сегмент очень активно развивается, он также начинает предлагать у себя, потому что, с одной стороны, можно привлечь покупателя, переманить из рынка хорики, а этот покупатель все еще рациональный, то есть для него цена, она все так же важна. Второй момент, а я же могу привлечь еще нового покупателя, есть же часть аудитории, которые там не ходят в рестораны, но, к примеру, они точно ходят в магазины, они точно совершают покупки, и если я придя в магазин, неважно, это зона кафе, или это внутри, соответственно, основной торговой зоны, зоны с готовыми решениями, он может попробовать и, соответственно, совершить эту покупку. То есть это еще одна дополнительная ценность, которую видит бизнес с точки зрения покупателя и активно у себя ее развивает. Поэтому мы точно будем ожидать, что будет такая некая борьба между хорикой и классическим ритейлом за, соответственно, готовое решение. Но тут есть один момент еще такой важный, что вот сейчас вот этот вот сегмент готовой еды, который внутри как раз классического ритейла развивается, он отъедает трафик не у хорики, а у этого классического ритейла. То есть я, например, могла прийти в магазин и купить там мясо. Сырую курицу, а можно готовую. А могу сейчас готовую. То есть это еще история как раз вот внутри, вот внутри понимания того, мы хотим куда покупателя все-таки развивать, готовое решение, или вот действительно собери и приготовь. Если резюмировать все вышесказанное вами, то какие советы вы сейчас могли бы дать ритейлерам, вот на что обращать внимание? Ну, в силу того, что, так сказать, специфики того сектора и того сегмента профессионального, в котором я нахожусь, это изучение покупателя, то, наверное, первое, это основное, это правда крайне важно, знать, что происходит с покупателем с точки зрения вот его запросов, какая у него есть потребность, его ценности. Потому что вот все, о чем мы говорили, это определенные ценности. И понимая то, вот у меня есть там, не знаю, ценность времени, у меня есть там ценность денежных средств, ценность удобства, нужно развивать релевантность, соответственно, да, предложения. Однозначно, да, это действительно крайне важно знать своего покупателя. С другой стороны, зная своего покупателя, нужно давать ему релевантное предложение. То есть это история омниканальности, с одной стороны, то есть где наш покупатель? Он в онлайне? Он в оффлайне? Он и там, и там? Если мы понимаем, что наша целевая аудитория, для нее важно быть и там, и там, нужно предлагать омниканальное решение. Ну, собственно, все ритейлеры максимально это делают. Более того, нужно понимать, какой есть запрос у покупателя с точки зрения ассортимента. Есть запрос на готовое решение? Да, он должен быть. А где он должен быть? Может быть, его стоит больше в онлайне развивать? Зная, кто наш покупатель, можно с точки зрения ассортимента тоже сделать как бы релевантное предложение. И следующий важный момент, то есть нам важно не просто дознать покупателя, быть с ним в онлайне, в оффлайне, дать поставить товар на полку, нужный товар. Важно еще об этом рассказать. Поэтому вот история коммуникации, причем что-то такое, таргетированная коммуникация, ориентированная на своего покупателя, она крайне важна, потому что для покупателя это некое проявление лояльности бизнеса к нему с точки зрения его запросов. Ну и на фоне того, что однозначно борьба за покупателя будет только расти, то вот история таргетированных таких предложений, она будет только на самом деле набирать мощь. Ну, к примеру, те же самые программы лояльности, которые сейчас только усиливаются с точки зрения своей значимости. А, кстати, если говорить про коммуникацию в социальных сетях, то вот за эти два года картина поменялась как-то? Ну, социальные сети, ну, это важный, скажем так, рынок с точки зрения коммуникации, но он все же не основной, то есть очень важна коммуникация внутри торговой зоны, то есть когда покупатель приходит, рассказывать ему о том, что у нас есть, какие сектора у нас есть, то есть это навигация, это работа с выкладкой, это работа с торговой зоной, то есть это здесь, да, коммуникация вовне, включая там диджитал, она важна, но важно и не забывать о том, что когда человек приходит в магазин, это самая ключевая и горячая точка взаимодействия с ним. Спасибо большое.